Волгоградские ребята, которые имеют проблемы со здоровьем, побывали с экскурсией в одном из конных клубов Городичинского района. Ипотерапию, которую с древности использовали как вспомогательное средство для лечения тяжелых недугов, действительно творит чудеса. Для 10-летней Насти Антоновой такое близкое общение с лошадью впервые. В пробной поездке обязательно страховка и помощь инструктора. От нескольких кругов по манежу впечатление через край. Мне цвета ее понравился. Она очень красивая. Такая в пятнышках беленьких. Красивая. Поведение, она очень спокойная. Прямо чересчур спокойная. 20-летняя Мадлин – спокойная, опытная и хорошо воспитанная лошадь. Она любит детей, с удовольствием их катает и снисходительно дает себя гладить даже незнакомым ребятам. Эмоциональный контакт с животным в основе ипотерапии, говорит владелец семейного конного клуба Александр Лейман. Он занимается этим делом уже несколько десятков лет. В его центре четыре скакуна и много историй о том, какие чудеса творит ипотерапия. Самый ближний, тот, который сегодня у нас занимается уже в течение пяти лет, это, конечно, Владик Панин. Его принялись и на руках, начали мы в Сосновом Бару тогда. И он сегодня стал ходить, уже участвовал в соревнованиях в Москве на кубок Гуровича. Это паралимпийская выиска. Он там занял четвертое место. Именно с надеждой на выздоровление на экскурсию в конный клуб приехали 20 волгоградских ребят с самыми сложными диагнозами. В случае, когда недуг связан с двигательными нарушениями или психическими отклонениями, ипотерапия как раз то, что нужно. Представляете, если ребенок не ходит или плохо ходит, а потом он забирается на лошадь и едет на лошади, для него это должно быть таким большим расширением представления его самого о его возможностях. Ведь ограниченные возможности здоровья не должны быть ограниченными возможностями по жизни. Ипотерапия уже на вооружении волгоградских медиков в областной детской клинической больнице отмечает, что третьи маленьких пациентов буквально показаны лечения верховой ездой. Уже давно доказано, общение с животными позволяет самим ребятам активно включиться в процесс реабилитации и быстрее получить эффект. Когда наездник едет на лошади, то он помимо того, что должен координировать свои движения, он испытывает одновременно до 100 колебательных движений. Колебательные движения в разных плоскостях, и горизонтальные, и вертикальные, и диагональные. Вместе с этим ребенок, помимо того, что это лечение способствует увеличению амплитуды движений, он получает еще и как бы с помощью импульсов массаж. Пока такой практики в регионе нет, но в областной клинической больнице загорелись идеи. На базе одного из реабилитационных отделений для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируется активно использовать ипотерапию. В Европе эта лечебная практика широко используется уже полвека. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».